РАЕЧ ЦИНДИЧАТИ, США, КАК ПОСТАВИТЬ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБУ РАБОЧИМ ШАМИН И СИНГ РАЕЧ ЦИНДИЧАТИ, США 8 августа 2019 года В не столь уж отдаленном прошлом большинство работников обычно трудились в одной и той же отрасли, а часто в одной и той же компании, большую часть своей профессиональной жизни А сейчас почти 40% работающих людей в Евросоюзе имеют атипичную занятость, у них нет бессрочных трудовых контрактов с полной занятостью, или же они являются самозанятыми Сегодня ожидается, что среднеамериканец трудоспособного возраста сменит 11 мест работ в течение жизни, а многие одновременно трудятся на нескольких работах По оценкам Глобальным институтом Чкенсей, к 2030 году почти 375 миллионам работникам во всем мире, 14% рабочей силы, придется сменить профессию, чтобы соответствовать требованиям меняющегося рынка труда Кроме того, всем работникам без исключения придется так или иначе адаптироваться, приобретая новые знания и навыки, по мере эволюции их рабочих мест вслед за ростом способностей машин И если автоматизации будут определять будущее труда, то обучение в течение жизни будет определять будущее работников, особенно по мере увеличения продолжительности их жизни Чтобы справиться с этими переменами, не жертвуя достоинством, самостоятельностью или амбициями, понадобится сочетание экономической мобильности с финансовой уверенностью, которую может обеспечить новая система социальной защиты, направляющая свои блага напрямую в руки человека Работники не должны выбирать между угрозой жизни в серьезной нестабильности, пока они меняют профессию, и попытками цепляться за старую работу до тех пор, пока она станет никому не нужной, ведь только так они не потеряют свои социальные льготы Технологии меняют их трудовую жизнь, но точно так же они могут гарантировать им защиту, позволяя предоставлять социальные льготы, которые накапливаются в течение трудовой жизни человека, причем вне зависимости от типа работы, которую он выполняет, или места в мире, где он ее выполняет Некоторые правительства уже отреагировали на этот императив В 2015 году Франция учредила индивидуальные счеты профессиональной подготовки для всех работников частного сектора Эти счеты доступны с того момента, как человек впервые вышел на рынок труда, и до тех пор, пока он не выйдет на пенсию За год работы с полной занятостью каждый работник получает право на 24 часа бесплатной профессиональной подготовки до тех пор, пока не накопится 120 часов После этого за каждый год работы ему начисляется 12 часов профессионального обучения Несколько поздние индивидуальные учебные счета для всех граждан старше 24 лет открыл Сингапур Баланс этих счетов может быть потрачен на профессиональную подготовку, предоставляемую одобренными организациями Аналогичные модели предлагаются ввести в Канаде, Китае и Египте В США законодатели ряда штатов и городов работают над законопроектами, которые позволят протестировать и профинансировать систему сохраняющихся, портативных, социальных льгот К счастью, в этой сфере также наблюдается прогресс Некоторые стартапы уже предлагают такие ориентированные на человека технологии, которые лягут в основу систем социальной защиты будущего Например, компания Trezia предлагает банковский счет, который, благодаря использованию искусственного интеллекта, и позволяет получать беспроцентные кредиты и гарантирует постоянную оплату для независимых работников, причем даже в период спада трудовой активности Французская компания Bob Employee использует ее технологии, предоставляемые государством данные, чтобы персонализировать оценку перспектив тех, кто ищет работу Точка для стимулирования дальнейшего прогресса Компания MasterChart объединила усилия с Центром труда будущего при Королевском обществе поощрения искусства, промышленности и коммерции, чтобы создать социальный акселератор экономической уверенности Данное партнерство призвано помочь разработке и внедрению инновационных инициатив, которые напрямую способствуют появлению хороших рабочих мест и расширению гражданского участия, одновременно гарантируя надежные доходы домохозяйствам Этот пример показывает, как представители частного сектора экономики могут объединяться ради поиска новых вариантов трудовой деятельности, опираясь на свои технологии и знания Эффект таких совместных проектов нам удалось увидеть лично Проект Яза Дука, созданный в партнерстве компаниями Мастер Чар Тюни Левер и банком Кенячо Мерчаль Банк, представляет собой цифровую платформу, которая с 2017 года помогает маленьким магазинам получить доступ к рабочему капиталу, необходимому им, чтобы конкурировать и расти Впрочем, запуск такой программы на одном рынке – это лишь первый шаг Должны быть разработаны единые рамки, позволяющие масштабировать и внедрять подобные программы в самых разных условиях Например, предоставление баллов, а не денег, номинированных в той или иной валюте, позволило бы использовать схемы, работающие через границы, причем как раз тогда, когда работникам все чаще именно так и приходится работать А стандартизированные документы об образовании могли бы сохранять свое значение, даже когда они перемещаются вместе с теми, кто их получил По мере изменения природы труда должна меняться и природа системы социальных льгот Чтобы дать шанс и уверенность всем и везде в период масштабной технологической революции, правительство и представители частного сектора должны работать вместе ради продвижения инновационных решений, удовлетворяющих неотложные и меняющиеся нужды работников А лучший способ сделать это – воспользоваться теми же самыми технологиями, которые становятся причиной столь резких перемен Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ